Приветствую вас, Аноним. Вы знаете, вот прочитав ваш текст, у меня сложилось достаточно столько ощущение, что вы человек, который знает, чего хочет, вы человек, который знает, что нужно ему, и вы человек, который, вероятно, не сомневается в том, что то, что им важно, можно получить там, ну, определенным способом. Вот. А проблема в том, что вы отношения с мужчиной, судя по всему, начали с чётким, чётким таким ожиданием, потому что человек будет давать вам то, что вы хотите, то, что вам нужно. Вот. И когда человек это делает отказом, отказался, вы просто попали в состояние разберенности и, в общем-то, не знаете, что делать. Знаете, а вот я, то, на что я бы обратил ваше внимание, на то, что мешает вам, что вам мешает, самостоятельно принять решение и закончить отношения. То есть, что вас удерживает с мужчиной сейчас? При том, что вы явно знаете, вы явно видите, вы явно чувствуете, что человек выступает достаточно пассивным партнёром. Вы явно видите, вы явно ощущаете, что человек, как бы, не даёт вам того, что вы, в принципе, хотели бы. Вот. Но всё равно вас что-то удерживает. Всё равно вы пытаетесь как-то расценивать его. То есть, такое расценивать его поведение. То есть, такое ощущение складывается, что вы, вот знаете, что вы не можете себе доверять. Вот какое ощущение складывается. Ощущение складывается такое, что вы не доверяете себе. Ощущение, что вам нужна обратная связь. Вот. Ну, в данном случае обратная связь, как бы, мужчины нужна. И в этом, вот, на мой взгляд, основная трудность, основная беда и основная проблема. В том, что вам нужна, с его стороны, некая такая, вот, обратная связь, которая бы помогла вам, наконец-таки, принять решение. Вот. А самостоятельно решение вы принять, получается, не можете. себе вы, получается, не доверяете. И вот, глобально, с тем, что мешает вам полагаться только на себя, да, что мешает вам отталкиваться от своих ощущений, от своих чувств. Вот, ну, не нравится вам, как мужчина себя ведет? Считаете вы, что партнер не должен вести себя так в отношениях? Ну, это ваша, образно говоря, позиция. И вам нужно просто нести за нее ответственность. Это такое ощущение, что ответственности за нее нести вы, как раз таки, не хотите. Или боитесь ответственности. Вот. Поэтому ваше, 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 ваше предложение, ну, предложение о расставании, да, ваше предложение о расставании. Мужчины рассматриваются, скорее всего, именно как, именно как, как манипуляция в большей степени. То есть не как, а, твердое решение и твердое намерение о расставании, а именно, именно вот, именно манипуляция, именно манипуляция здесь. Понимаете, какая штука? Вот. В чем, собственно, и заключается ваша глобальная проблема? То есть мужчина почему-то, мужчина почему-то считает, думает, что вы пытаетесь им манипулировать. Мужчина почему-то считает, что вы как-то вот его, ну, не знаю, пытаетесь, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ что с одной стороны у вас повышенная ответственность, то есть вы и родственника своего полечите, больного и их кипу, других родных примите, хотя день рождения ваш и что-то я не особо увидел радость от того, что это самые родные к вам приехали, то есть есть ощущение, что у вас есть повышенное чувство долга, но в то же время это повышенное чувство долга оно способствует такой вот историю, когда ваши собственные чувства внезапно себя проявляли, внезапно себя проявляли, именно что внезапно и внезапное проявление ваших чувств, да, как бы показывает неумение с ними как-то взаимодействовать на постоянной основе, понимаете? что в этой ситуации самое неприятное, что есть ощущение, что вы не умеете взаимодействовать со своими чувствами, есть ощущение, что вы не умеете как бы интерпретировать свои ощущения. Вот в чем основная ваша, на мой взгляд, проблематика. вот это вот эмоциональный интеллект, да, что именно я сейчас чувствую, что именно я сейчас ощущаю, ну вот, и что мне с этим делать. Давайте рассмотрим ваш текст теперь. А блин. Ну во-первых, начнем с заголовка. Вы пишите отношения в паре, а на мой взгляд, пары у вас нет. То есть пара это все-таки что-то такое более сформированное, более крепкое, более такое прочное. Вот у вас же отношения по своей форме, на мой взгляд, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, повторюсь. Очень похоже на такую только вырождающуюся историю. Вот. Ну никак не так. Поэтому вы меня простите, я понимаю, что может быть вам это неприятно, скорее всего, неприятно. Будет то, что я говорю, но мне кажется, что так. Мне кажется, что вот, эм, как бы, пара здесь у вас, как-то кого нет. Но это, опять же, чисто, чисто мое мнение. И понятно, что вы мое мнение в данном случае можете оспорить, имейте, как бы, полное, полное право. Оспорить моем мнение. Вот. Дальше идем. Ну, отношения в паре, опять же, что такое отношения? Не очень понятно, что здесь вы имеете в виду, говоря, отношения, потому что, ну, отношения могут быть только с, э, стороны одного человека. Ну, в данном случае, например, с вашей стороны, мы можем, э, как, э, психологи, разобрать, э, о, ваше отношение, которое, вот, непосредственно идет с вашей стороны. Вот. Ну, мы не можем, как бы, смотреть, смотреть, смотреть на, э, э, то, что идет со стороны, мы, например, мужчины, потому что, это его отношения, а чужая душа потюмки. Вот. Ну, здесь, мне кажется, э, нужно обязательно, э, такой вот, акцент сделать, чтобы, ну, вы понимали, о чем идет речь. Более подробно, чтобы вы понимали, что, э, что может, э, ну, что, что может, э, сделать психолог, а чего не может. Итак. Полгода назад я познакомился с мужчиной. Он сразу проявил интерес. Ну, э, э, что здесь, э, в принципе, можно сказать по поводу того, что мужчина предложил встречаться. А, в принципе, в принципе, да, в принципе, э, это хорошо, что он предложил встречаться. Но вопрос вот здесь заключается, на мой взгляд, немножко в другом. Что вас объединяет? Что между вами общего? Что вас связывает между собой? Или друг с другом? Что вас связывает? Вот. Что, на мой взгляд, гораздо более... Потому что, потому что, э, по моему мнению, по моему мнению, э, если, э, между, людьми, э, нет, общего, то, э, нет, общего, то, э, большая проблема. Ибо... Рано или поздним, вы столкнетесь с... Рано или поздним, вы столкнетесь с... ...проблемой... ...того, что... ...эм... ...вам будет скучно... ...друг другу. ...и... ...нечем. ...по факту. ...чем будет говорить. ...вам. ...вам. ...важно, в чем... ...всё. ...по этому... ...молонно понять, что вас объединяет. Можно понять, что именно связывает вас друг к другу, что вам понравилось, например, в мужчине, что мужчине понравилось в вас и так далее. И, изходя из этого, уже, изходя из этого, делать какие-то выводы. Лайдом, что я вид имею в виду. Это вау. Вау. Дальше. В принципе, меня он заинтересовал, поэтому я согласился. Это хорошо, что он вас заинтересовал. Но давайте мы с вами будем, как бы это сказать, честны. А чем он вас заинтересовал? Чем мужчина вас привлёк? Чем конкретно? Это, опять же, очень важный момент. Но, как привык, кстати, здесь вот никак, как привык здесь никак не раскрывается и никак не выделяется. Но, какая-то не так, что вы видите, что вы видите, что-то из-за этого, и, как вы думаете, что-то. Вот, потому что заинтересовал вы его, заинтересовал он вас, а что дальше не совсем понятно. Далее. Так, в первые три месяца всё было достаточно хорошо, у нас все общие интересы, так что совместное время проходило как в ТДД, так и в компании друзей в Виску. В общем, интересы какие. То есть, понимаете, вот вы, наверное, на Эппе внимания особо не обращают, но это важно. Это очень важно. Что именно вас связывает друг к другу. Это очень важный момент. Потому что проблематика, она заключается в том числе и в этом, в том числе и в этом. Понятно, что не только, но в том числе и в этом. Если интересы недостаточно глубокие между вами, если то, что вас связывает недостаточно полно, то будут проблемы. Вот. И вы, в принципе, сами видите, что эти проблемы проявляются. То есть, что мужчина просто перестал вами рисоваться, перестал, перестали выявить рисоваться в общем. Зачем в моей жизни начался коллапс? Смотрите. Здесь ситуация деликатна. И вот почему. С одной стороны, я вас, конечно, понимаю. Я понимаю, что в жизни каждого человека может быть коллапс, я понимаю, что в жизни каждого человека может быть форс-мажор. Но все же вы отвечаете за то, что происходит в вашей жизни. Вы берете на себя ответственность за это. И коллапс – это точно такая же ваша ответственность, как и все, что происходит в вашей жизни. Если в вашей жизни происходит коллапс, значит, где-то что-то вы, скорее всего, не доглядели. Где-то что-то вы сделали, вероятно, в отрыв от своих желаний, в отрыв от своих потребностей, в отрыв от своего выбора, скажем так. Вот. И это неприятно, может быть, но на мой взгляд, лучше всего это принять. На мой взгляд. Дальше. Значит, сначала приехал больной родственник. Я на месяц выпала болезнь серьезная. Я врач всю энергию направил на лечение близкого человека. Вопрос в том, насколько вы этого хотели, насколько вы были уверены в своем выборе. За это время с молодым человеком переселись от силы раза три. Это много или мало? Далее уже приезжает на месяц кипа моей родни в связи с моим днем рождения. Опять же. Вопрос. Насколько это то, чего вы хотите? То ли это, чего вы хотите или нет? Это очень важный момент. То ли это, что вы хотите. То ли происходит в вашей жизни, что вы хотите. Насколько вы свободны в своей жизни. Насколько вы свободны от ответственности, которая вам не нравится. Насколько часто, например, вы поступаете с позиции «я должна», а не с позиции «я хочу». Смотрите, если у вас несколько негативное отношение к эгоизму, то все объясняют. Вы подавляете себе в кавычках «эгоизм», и он проявляется, он никуда естественно не надевается, он проявляется вот в такой форме. Дальше. К слову сказать, я предлагал периодичку встречаться, но человек был весь в своих делах, на праздник не пришел и поздравил в последние несколько дней. Есть ощущение, что он боится. Так, пристеглись опять пару раз за месяц. Ходим вместе в один и тот же клуб поинтересному. Клуб поинтересный будет хорошо, а вопрос в том, насколько интересы самостоятельны у вас. То есть, насколько интерес, так сказать, жизнеспособен без клуба, без привязки к месту. Далее, привет. Самоизоляция, я убиваю с работы плавно домой, а то же и все. Человек, типа, не хочет выходить из дома, вроде бы логично, только живем в пятим минутах друг от друга. Аноним, ну, здесь есть тонкость встречаться именно с человеком в этот момент не желательно. Знаете, продуктовая все-таки необходимость, а с вами пересекаться, это все-таки риск. Если мы принимаем ситуацию с пандемией, да, как основанием. Его продуктовый тоже находится от его дома, чем я. Ну, здесь, наконец-то, вы уже начинаете наручать личные границы человека и оспаривать его выбор. Вы можете сказать, что его выбор влияет на вас. В принципе, вы будете правы, если скажете так, что его выбор действительно влияет на вас, этим не поспоришь. Но тот факт, что его выбор влияет на нас, это ваше решение. То есть, здесь момент заключается именно в том, что вы сами дали этому зеленый цвет. Вы, условно говоря, позволили человеку на себя влиять. Вот и все. Вы позволили выбору человека на себя влиять. Вот и все. А вот для чего вы это сделали? Какой у вас глубинный мотив? Вероятно, вам неосознаваемый. Этого тоже нужно выяснять в процессе работы. Сообщение стало туча бред, когда весь месяц прислали один раз по моей инициативе, и то пришлось подлавливать. В общем, покумекало, и я решил, что завязываться по такими отношениями. Может быть и пора, но вы не завязываете с ними, это первое. Второе. Вы говорите, что пришлось подлавливать так, как будто вы в этой ситуации жертвуя, а мужчина вам что-то должен. Вот опять же, здесь вопрос по поводу оснований, на которых вы устраиваете отношения. Разве мужчина вам должен? Что-то. Дальше. Значит, решил расстаться и понесли с уговора. Все хорошо, был очень занят. Так, ну, об этом, в общем, мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович сказал достаточно подробно. Глобально, аноним, я вижу ваши проблемы в том, что вы не умеете быть слабой. Да-да, когда это нужно. Глобально мне кажется, что вы устраиваете отношения исключительно со стороны своей потребностной сферы. Вот, и глобально мне кажется, что вы достаточно узко воспринимаете потенциального партнера для романтических, а в будущем и семейных отношений. Вот. Вы, конечно, можете справедливо сказать, что, ну, а как узко, если у нас есть общие интересы, как узко, если мне вот он понравился как мужчина, какие еще, ну, какие еще грани, да? Симпатии здесь могут быть. Я с вами соглашусь в... по смыслу я с вами соглашусь, но вот по содержанию у меня есть некоторые вопросы, потому что... Это сложно объяснить, но от вашего текста исходит, с одной стороны, такая очень рационалистическая история, да? То есть это больше вот упор на контроль, это проблема доверия себе, это проблема угроз от окружающего мира, это проблема недоверия себе, как я сказал. Вот. А с вашего текста исходит с благослованием, что вот мужчина должен, что... и так далее, да? То есть чувствуется какая-то несвобода. Ваша несвобода, в первую очередь. Сдержанность. В негативном смысле этого слова. Сдержанность. И мне кажется, что эти факторы могут влиять на то, насколько естественным образом вы ведете себя в отношениях с человеком. И не только. В отношениях с человеком. Но и в отношениях с самой собой. А вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Вы здесь пытаетесь понять его, вам нужно, как и сказал мой коллегик Кудрячев Игорь, разобраться в себе. Вот вы пишете. Вы пишете. Значит, хватает оконьку ровно на разговор. Меня это очень раздражало. Вот с раздражением, с основанием для раздражения нужно поработать. Есть ощущение, что это выбивается из вашей картины мира и не соответствует контролю. Как бы контроль, стремление контроля, это исключительно ваша тенденция, причем тенденция негативная. Как вести себя в этой ситуации? Вести себя в этой ситуации, чтобы что? Отношения это не инвестиция, чтобы не тратить в них пустое время. Вы либо хотите что-то делать для человека, либо вы заинтересованы в нем, в его росте, в его счастье, в его развитии, либо нет. Отношения это не инвестиция. Если у вас складывается такое ощущение, что вы тратите в пустое время, значит, к человеку особых чувств у вас нет. Лучше это представить. Если вы строите отношения там, где нет чувств, то это отношения по расчету. Если отношения по расчету, то там и основания совершенно другие. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.